Статистика случаев заражения в нашей стране накануне вечером, к сожалению, удвоилась. Еще у троих граждан, теперь уже в Ноакадском районе, результаты анализов показали наличие коронавируса. К сожалению, конечно, все эти люди, которые посетили Малый Хадж. Поэтому в этом плане мы сейчас всех изолировали. Они находятся в боксированных палатах, получают соответствующее лечение. И ведется работа сейчас с теми лицами, которые имели личные контакты. Вот в этом плане я хотел бы обратиться к вам. Все люди, которые были в Малый Хадже, паниковать не надо, просто надо оставаться на дому и дать свои контакты у нас есть. Если какие-то есть признаки, сразу звонить нашим врачам. Они подойдут и с вами будут говорить. Состояние новых инфицированных, по словам министра, удовлетворительное. Периодически у них наблюдается повышенная температура, но в целом они чувствуют себя хорошо. Кто они, мужчины или женщины, какого возраста, в каких конкретно селах района произошла вспышка, Чулпанбаев говорить не стал. Более-менее о новых случаях в Ноакате стало известно после слов вице-премьера Алтынай Омирбековой в парламенте. Сегодня, представьте себе, депутатам вновь приспичило слушать отчет главы правительства. И в Джогурху-Кенеш к обмину пришлось вновь явиться практически всем составом. Они прилетели из Кувейта в Орш. Три женщины. 67, 71 год и 77 лет. Они изолированы и получают соответствующее лечение. Из двух сел. В районе приказом Акима введен режим ЧАЭС. Принимаются все меры. Прибыло два рейса. Это граждане, которые вернулись из Малого Хаджа. Они сейчас в больнице. Проводится лечение. Всего, как стало известно, женщины, у которых вчера результат на вирус оказался положительным, вернулись на родину большой группы из 282 человек. Приземлились в Аше и разъехались по своим селам. Некоторые из них, по некоторым данным, опять же устроили торжества по случаю возвращения из священных мест. А сегодня в районе на въездах стоят уже блокпосты. Дежурят медики и воены. Аким района с утра объяснял местным журналистам, какие ограничения будут вводиться в рамках режима ЧАЭС. Это село из жены Акадского и Залпуевского. На территории района развернули 700 койко мест для обсервации и на случай госпитализации больных коронавирусом. Созданы все условия. Медицинские специалисты работают. Дороги перекрываться не будут, но на постах будут работать правоохранительные органы и медики. Ситуация стабильная. Ажиотажа нет. Цены на продовольствие находятся под контролем. Рынки будут работать, а стихийные павильоны будут закрыты. Малый хаш совершили 160 жителей Нокатского района. Все они под наблюдением врачей и на домашнем карантине. У всех взяты анализы. Вспышка в Нокате заставила власть Аша также пойти на ограничительные меры. Район, заразившимся коронавирусом, находится всего в трех десятках километрах от южной столицы. Каждый день туда стекается множество торговцев и гостей из пригорода. Поэтому мэр Аша поручил сразу же закрыть все учреждения, кроме аптек и продовольственных товаров. Эпид-ситуация ваше стабильная. Но в связи со сложившейся ситуацией в стране по коронавирусу, по заданию мэра с сегодняшнего дня закрывается центральный авторынок, рынок автозапчастей, вещевой рынок и рынок киличек. Кроме того, общественный транспорт также полностью остановлен. Троллейбусы, автобусы, маршрутки – это сделано, чтобы люди не выходили из своих домов. Блокпосты сегодня появились и на въездах в Нарынскую область. В УВД региона сообщают в целях профилактики. По той же причине в Иссык-Кульской области на карантин закрылись все пансионаты и гостевые дома. Каракольские власти заявили о режиме повышенной готовности. И в Бишкеке стали сообщать, что один за другим закрываются крупные торговые центры. Эпидемиологическая ситуация в стране, как сообщили уже в Кабмине, действительно обостряется. Премьер Абылгазиев поручил ужесточить контроль за приостановлением деятельности точек общественного питания. По словам главы Кабмина, некоторые граждане продолжают пренебрегать рекомендациями властей. Не все в полной мере еще осознают масштаб угрозы. По поводу режима ЧАЭС по всей стране. В Кабмине готовы его ввести в любой момент, но есть свои нюансы. И вот, как это объяснил сегодня в парламенте Мухаммед Калый Абылгазиев. По закону есть требования к введению режима ЧАЭС. Например, по всей области можно ввести, если в двух районах есть уже общий карантин. Чтобы вводить режим по всей территории страны, для этого должно быть ЧАЭС в двух областях. Сегодня мы в правительстве примем решение. Всего таким образом по стране количество заболевших на 18.00 сегодняшнего дня 6 человек. На обсервации находится 410 граждан. Под наблюдением врачей в домашнем карантине находится 1042 человека. Из круга контактировавших с вернувшимися из Саудовской Аравии. Манас Ажгитов Джанарбек, доктор Бек Улу, НТС.